друзья привет в этом видео я вам расскажу о том как же можно сделать отличную термопасту класса gd 900 в домашних условиях итак поехали для этого нам понадобятся смазка литол 24 графит аленькая ремарка дорогие мои друзья прежде чем оставить свой гениальный во всех смыслах комментарий под видео пожалуйста залить и для начала хотя бы википедию изучите свойства этих материалов там есть статья и про графит и про литол ну конечно лучше будет заглянуть советскую энциклопедию но это уже для продвинутых также под видео вы найдете ссылку на статью в которой можно будет посмотреть сравнительные характеристики термопаст сам литол добыть не проблема особенно если у вас есть автомобиль но графит в домашних условиях можно добыть например из карандашей но этот способ дороговатый во первых так как карандаши стоит недешево графит там не очень чистый в нем очень много примесей а самый чистый графит находится конечно в электроприборах вроде пасты разбирать свою любимую электродрель я думаю не стоит есть более доступные электроприборы это вот такие вот батарейки причем мы будем использовать самые дешевые солевые так как щелочные батарейки имеют другую структуру и они нам не подходят итак берем дешевую отработавшую свой срок солевую батарейку начинаем херас ее плоскогубцами делаем ей больно так мы ее размяли теперь удираем ей сердце и вот то что нам нужно внутренний графитовый стержень вот так он выглядит вблизи и теперь его нужно немножко прокалить чтоб удалить с него остатки клея и электролита включаем горелочку на кухонной печке начинаем греть нагреваем минимум до 700 градусов пока не будет ярко маринового цвета как мы видим разогревается отлично и все что нам не нужно спокойно выгорает итак один конец прокалили перехватились прогреваем другой край готово вот мы его разогрели ждем когда он остынет и приступаем к его размалыванию изначать конечно можно и болгаркой но вроде кажется так и проще во первых много пыли разлетается слишком низкий кпд то есть мы сточили много получили мало и во вторых в нашу графитовую пыль попадает много абразива с этих самых кругов а это не есть хорошо так как абразив проводит диплом намного хуже чем графит ну лучше взять тоненький надфиль или пока жена не видит ее пилочку для ногтей и старым способом натереть себе пыли и мы в в в в в в в в в Субтитры сделал DimaTorzok Смотрим Пока что пыли не очень много Мало Продолжаем мастурбировать Давайте сделаем проще Возьмем кофемолку Бросим туда стерженек Еще один Закроем И понеслась Субтитры сделал DimaTorzok Открываем И вот что мы видим Много И вот пудры у нас достаточно Приступаем к замесу Берем вот такую баночку Засыпаем в нее немножко пудрой И теперь добавляем немножко литого Так мне это лопнуло Не очень удобно Ну Па Есть И теперь нам все это нужно размешать До однородного состояния И вот у нас получилась Такая термопаста Смешали литол С рафитовой пудрой И получили в итоге То ли смазку шрус То ли термопасту У меня многие так и спрашивают А можно использовать как смазку Я думаю можно Но использовать Рафитовую смазку Как термопасту Нельзя Так как мне еще много других элементов Там и молибден Там и сера Там еще что Непонятно Короче еще много всего Которая будет нам замедлять Теплопередачу А нам важна Теплопередача Ну заодно Давайте попробуем Проверить Какое же у нее сопротивление Настраиваем тестер 1 Ом Не так уж и плохо Пробуем Пока нет контакта Не пищит Как видим Через пасту Через такой слой Ток не проходит Есть немножко сопротивления Поставим более такое мощное Сразу 200 кОм Смотрим Что-то есть Но не так страшно Давайте заодно Замеряем чистый графит Он порошок По нему ничего не будет бежать А не Прикольно Да Даже по графиту идет ток Несмотря на то Что это порошок Конечно с этой пастой Нужно быть осторожным Теперь давайте Приступим к испытаниям Что же она нам даст На нашем Видавшим виды Боевом компьютере Поехали Итак Запустил и прогрел винду Даже отключил автосерф Чтобы он немножко поработал И что мы видим Загрузка 100% Температура ядер 60 и 52 градуса Термопаста GD900 Правда которой уже полгода Ее пора менять И сейчас мы это все и проделаем Не переключайтесь Будет интересно И вот системник На операционном столе Приступаем К вскрытию Откручиваем болтики И внутри не такой Небольшой свинарничек И при помощи Вот этой кисточки Приступаем К его ликвидации Таким Наша паста уже подсохла Несмотря на это Она еще продолжает работать Это процессор Да Паста подзасохла Соскребается уже с трудом А прошло каких-то 9 месяцев Сейчас мы все почистим от пыли И будем все собирать Теперь уже на нашей графитовой пасте Итак, все почищено Отмыто И можно приступать К нанесению пасты Вот наша паста Которая получилась В этом тюбике Ее нужно брать Совсем чуть-чуть И размазываем лезвием Немножко пожадничал Добавим еще столько же добавлено Прижимаем радиатор Прижимаем радиатор По сути Готово Тщательно проверяем Чтобы нигде ничего не коротнуло И приступаем к сборке Ставим наш тюнинговый кулер Далее устанавливаем крышку Закручиваем болтики И наш камп снова готов К бою И вот мы запустились Как видим Прост нагружен до 100% Температура 68 градусов Одного ядра и 64 другого Вот такие дела Как видим Паста хоть и работает Но работает немножко хуже Чем в GD900 Давайте заглянем на Алиэкспресс И посмотрим Сколько же тут стоит То количество пасты Которое мы сделали 7 грамм Здесь например GD900 стоит 130 рублей Правда доставка будет больше месяца И то вряд ли С нынешним коронавирусом Рядом с домом Паста уже стоит 250 рублей Те же 7 грамм По сути не так уж дорого Но смотрим характеристики То есть по сравнению с КПТ Она лучше в 5 раз То есть наша паста Лучше чем КПТ Но хуже чем Немножко хуже чем GD900 Но выводы делайте сами Стоит такое делать или нет Вопросы задавайте Конечно в комментариях И обязательно Перейдите по ссылкам Почитайте статьи Там очень много умных слов И до новых встреч На этом канале Всем па-па Субтитры сделал DimaTorzok